Как опреснить морскую воду? Газовые гидраты это соединение включения, то есть молекулы воды создают некий каркас и в этот каркас просто в свободном положении включается молекула газа и в таком виде может храниться как в виде льда. Кибератаки на российские серверы. Они характерны массовым участием, характерны наличием центра управления и обычно располагаются центры управления за границей Российской Федерации. День открытых дверей в набережной Челнинском институте. Мы ожидаем, что выпускники, услышав о текущем перечне наших актуальных и востребованных специальностей, придут на учебу к нам и средний балл в этом году поступивших повысится у нас. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. В культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» состоялся первый открытый турнир по меню футболу среди детских команд на кубок ССК КФУ «Казанские елбарсы» «Спортивный Олимп». Турнир проходил среди детей 2009-2010 года рождения и вызвал большой интерес среди детских футбольных клубов. Как опреснить морскую воду или утилизировать углекислый газ? Об этом мы не только расскажем далее в сюжете. В конце 2022 года старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий Матвей Семенов получил грант Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда по ведению фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами на реализацию собственного проекта. «Мы занимаемся уже давно этими изучением газовых гидратов, поэтому наработали кое-какие уже свои направления и было, как мне сказать, ну это некий следующий шаг, чтобы мы продолжили эти исследования, вот как раз привлекаем наших студентов, аспирантов, чтобы занимались этим направлением. Поэтому я думаю, это как раз для нас будет подспорье, чтобы заниматься этим направлением еще усиленно, еще с таким интересом». Его проект – исследование влияния замороженных растворов промоторов на процесс образования гидратов различных газов и оценка стабильности полученных гидратов при естественных условиях хранения. Направлен на разработку способа ускоренного получения газового гидрата из замороженного раствора промотора с минимальными энергозатратами. «Газовые гидраты – это соединение включения, то есть молекулы воды создают некий каркас, и в этот каркас просто в свободном положении включается молекула газа, и в таком виде может храниться как в виде льда. И это как один из способов хранения, например, попутно нефтяного газа в таком твердом виде. Либо газовые гидраты используются для опреснения морской воды, в том числе для разделения газовых смесей, По словам ученого, в настоящее время во всем мире активно разрабатываются реагенты, ускоряющие процесс гидротообразования для применения в гидратных технологиях. Среди них – утилизация парниковых газов, опреснение морской воды, холодильные системы, разделение газовых смесей, хранение и транспортировка углеводородных газов и многое другое. Мы разрабатываем здесь некие промоутеры, но пока не тестировали их в таком замороженном виде. Мы их тестируем только в жидком виде. Мы сейчас будем уже пробовать их замораживать, в каком-то виде перемалывать, какие-то разные гранулы получать, и потом уже пробовать из них получать газовые гидрати. И смотреть, насколько это будет ускорять процесс гидротообразования, насколько полно мы будем получать гидраты и как они будут храниться. Матвей Семенов и его коллеги ориентируются на то, что можно ускорить получение газовых гидратов в систематических условиях путем применения замороженных растворов промоутеров. Отметим, что в рамках исследования ученые намерены сами синтезировать реагенты и готовить замороженные растворы. В мире сейчас очень активно идут разработки таких технологий. Я говорил насчет опреснения морской воды. Во всем мире не хватает пресной воды. И для холодильных систем используются эти технологии. Ну и также сейчас идет такое направление, как утилизация углекислого газа и решение экологических проблем. И вот как раз для таких технологий необходимо создать какие-то альтернативные вещества либо методики, способы, чтобы такие технологии быстро применялись, быстро находили свое направление. Отметим, что конкурс российского научного фонда направлен на развитие новых для научных коллективов тематик, в том числе на определение объекта и предмета исследования, составление его плана, выбора методов исследования и формирования исследовательских команд. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Россия вошла в топ стран, подверженных кибератакам. Насколько наши системы готовы к виртуальному натиску? Расскажем далее. По итогам 2022 года Россия вошла в топ стран, подверженных ДДОС-атакам. Опережают ее лишь Китай и Индия. ДДОС-кибератаки направлены обычно на вывод из строя серверов государственных и финансовых организаций. Они характерны массовым участием, характерны наличием центра управления и обычно располагаются центры управления за границей Российской Федерации. То есть воздействовать мы можем только на результат путем активного защиты, активной непротиводействия. Хакеры атаковали не только госструктуры, но и средства массовой информации. Так, в феврале 2022-го крупнейшие информационные порталы страны подверглись кибератакам из-за рубежа. Ответственность за этот акт взяла на себя хакерская группировка «Анонимус». Позже объединение атаковало и крупнейшие энергетические, и интернет-компании, а также Роскомнадзор. Прошлым летом под штурм попали и сервера российских вузов. В основном используется, естественно, комбинированное. Это строение прокси-серверов, использование межсетевых экранов нового поколения. И без взаимодействия с органами-регуляторами ничего хорошего не будет. То есть основная помощь – это органы-регуляторы нашей Российской Федерации, которые осуществляют поиск и противодействие таким видам угроз. Далее, естественно, это координация с другими вузами, и как Республики Татарстан. И неоценимую помощь нам оказывали и Центр цифровых технологий, и Центр информационных технологий Республики Татарстан. И, естественно, штаб по борьбе с киберпреступностью Министерства цифровизации Республики Татарстан. Специалисты отмечают, что в настоящий момент, несмотря на такой натиск со стороны хакеров, бойцы виртуальной обороны не только справляются с атаками, но и с каждым разом совершенствуют способы борьбы с ними. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс. Сигналы Wi-Fi могут полностью заменить традиционные камеры. Речь идет об обнаружении людей внутри помещений. Насколько это безопасно – смотрите далее. Исследователи годами работают над тем, чтобы видеть людей без использования камер, тепловизоров и дорогостоящего оборудования вроде лидаров. И, кажется, у них это вышло. Теперь создание цифровой трехмерной модели человеческого тела и его передвижений в комнате можно сделать легко с использованием одних лишь маршрутизаторов Wi-Fi. Технология Wi-Fi, она хороша тем, что она распространена и есть во множестве домов. Поэтому очень дешевая обычная Wi-Fi антенна. В данном случае ученые сконцентрировались именно на человеческом теле. И ключевая часть их работы – это машинное обучение. То есть алгоритм, который из сигнала, который отправили и получили антенны Wi-Fi, распознать человеческое тело. Для этого исследователи использовали программное обеспечение DENSA POS – систему трехмерного сканирования всех пикселей на поверхности человеческого тела на фотографии. На основе этой системы была создана нейросеть, которая споставляет мощность в фазу и амплитуду сигналов Wi-Fi, отправляемых и получаемых маршрутизаторами с координатами на теле человека, рисуя 3D-модель человека по Wi-Fi. Для того, чтобы работать с этих технологий, достаточно обычных антенн. Они там должны быть расположены в некоторой геометрии. И таким образом они могут считывать информацию о положении человеческих тел. Соответственно, оборудование, которое для этого нужно – это стандартное Wi-Fi оборудование. Разработчики позиционируют данный метод как способ повышения безопасности. По их мнению, это улучшенная и дешевая система контроля за жилым пространством в рамках умного дома. Например, можно будет следить за состоянием пожилых людей или детьми. Направленность исследования носит не столько фундаментальный, сколько прикладной характер. Алина Красильникова, Универньюз. О мероприятии Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета смотрите в нашем следующем сюжете. 21 января в инжиниринговом центре Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета прошел день открытых дверей Инженерно-экономического колледжа. Предприятие посетило более 400 учащихся из 38 школ города и районов республики. Перед будущими абитуриентами выступили директор Инженерно-экономического колледжа Семен Романов, преподаватель колледжа Александр Харченко и ответственный секретарь приемной комиссии института Евгений Рябов. Мероприятие мы традиционно ежегодно проводим для информирования школьников текущего года выпуска о нашем колледже, нашем университете, о тех специальностях, по которым мы ведем подготовку в нашем колледже и о перспективах их дальнейшего развития и обучения и в КФУ и вообще. Они ознакомили учащихся с направлениями и специальностями среднего профессионального образования в Инженерно-экономическом колледже, а также с правилами приема в 2023 году и количестве бюджетных и внебюджетных мест. Мы ожидаем, что выпускники, услышав о текущем перечне наших актуальных и востребованных специальностей, придут на учебу к нам, и средний балл в этом году поступивших повысится у нас. После презентации Инженерно-экономического колледжа учащиеся задали интересующие вопросы спикерам, а также смогли подробно узнать о выбранных направлениях обучения. Иван Шаньширов, Центр медиакоммуникации, набережная Челнинского института Казанского федерального университета. Универньюс. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин